Я решил оставить название на английском, поскольку хорошо передает, о чем я хочу говорить, о том, что искусство является будущим. The future is that. Звучит прямо как реклама, как этот сеть мобильных телефонов, связь или такое. Но я покажу, как будущее будет искусство. Конечно же, это какой-то стереотип получается, что искусство имеет такой, или художники, они все пророки, имеют такой дар, то есть они предсказания, прогнозируют будущего. Вы знаете, у них никакого дара нет, такой специальный, это не магия. Они просто самые лучшие аналисты, которые есть в нашем планете. Я всегда считаю искусство самой лучшей, самой сильной формой журнализма. Потому что художники, вот дар художника, я сразу скажу, это не прогнозировать будущее, а хорошо анализировать настоящее. И, конечно же, они уже видят, что будет потом. Но не потому, что есть такой особенный дар, такой магия, или приснится у них какое-то представление будущего, а именно потому, что они умеют лучше всех понимать, как устроен наш мир. Я, когда начал думать о том, что искусство, показанное будущее сейчас, пришло в голову слова моего профессора, когда я изучал историю кино. Можно первый слайд, пожалуйста. Это фрагмент из фильма. Можно на пленажа? Или я должен быть где-то кликером? А как? Плей? Зеленый? Да. Вот. Это маленький фрагмент фильма «Кабинет доктора Галлигана». Это фильм 1920 года. Роберта Вине. Это классический пример немецкого экспрессионизма в кино. Это фильм ужаса. И это определенное направление, которое было в Германии с 20-25, примерно первые лет 20-го годов. И не только этот фильм, а целый там направление, например, «Носферату» Мурнау, между прочим, «Носферату», полное название фильма, это «Носферату» «Симфония ужаса» или «Голем». И другие фильмы этого направления, где там страшный момент, когда доктор Галлигана показывает публике, как Санамолис Чезар просыпается. Если кто-то смотрел этот фильм и читал об этом, это убийца, то есть он ночью убивает людей. Это ужасный доктор Галлиган управляет этому человеку и через него убивает людей. Это ужас, который есть в этой нарративности, в этих фильмах, но, к сожалению, мы все знаем, что будет в Германии, что появится в Германии в этот период. И я вспомню слова моего профессора истории кино, который сказал, смотрите, Гитлер уже есть. И эта идеология фашизма и нацизма уже кино видел до этого. Конечно, это не весело так начать, но так получилось. А следующее, это очень яркий пример, случай, когда художники видели будущее, это гиперизвестная серия фото, объекты и шоу-перформансы русского коллектива, группа АИС плюс Ф. Эта серия началась в 1996 год. Если вы снимаете, называется Исламский проект, если вы смотрите внимательно на картину, это Нью-Йорк, и вы видите, что с башнями. 1996 год, имею в виду башню Блесницы, вот они уже, можно сказать, что увидели эту ужасную атаку, но давайте еще два, две фото, две фотографии из этой серии. Следующее, давайте я кликер использую, забываю, что у меня есть кликер. Это, да, достаточно жесткие изображения, но вы не понимаете это как провокация, потому что скоро будет еще третья работа из этой серии. Конечно же, здесь мы можем читать первый слой, это провокация, это, кто-то может даже сказать, это анти-исламский проект. Далеко об этом, художники говорят, художники анализируют, это уже вторая половина 90-х, что происходит в мире. То есть их анализ, какое заключение у них было, что конфликты будущего, это не будет за границей, захват территорию, а это культурная будет борьба. Это провоцирует сегодня страх. То есть эти работы визуализируют тогда страх западный, они определенные угрозы, то есть они не хотят нам, слушай, давайте еще готовимся к войну, потому что враг уже скоро придет, не об этом, наоборот. Это анализирует страх, страх между культурами. Легко говорить о коллаборации, легко говорить об этом, но уже, и это есть, к сожалению. А это есть, ну, потом, когда 11 сентября случилось, эти художники стали гиперизвестны, эта серия, потому что, ну, это уже звали их арт-пророками. Они уже это видели, но я хочу, это мой, знаете, я сначала-то сказала, и хочу повторить сейчас, она, это не приснилось им, это простая анализа времен, в которой мы живем. Я хочу сейчас добавить слово блин, потому что блин только художники могут делать. С уважением к науке, поскольку, безусловно, это очень важно, но у художников есть очень такой другой ракурс, безусловно. И коллаборации, как мы видим еще дальше, они очень важны. Но сейчас хочу больше о технологиях говорить, поскольку с нами, с Димом мы обсудим именно это диджитал и ролл технологии. В принципе, это монтаж фотографии. И сейчас хочу маленькую экскурсию про историю, медиа. Известный художник, для многих считается отцом видеоарда, или даже отцом медиа-искусства. На Джон Пак, в 1965 год, он покупал первую видеокамеру, когда видеокамеры стали доступны людям на рынке. На Джон Пак покупал самую первую видеокамеру, это была модель Sony Apportabag. И он снимал, как он едет с места, где он купил камеру, до центра, до СОГО в Нью-Йорке. И показывал в кафе АГОГО, это место в Нью-Йорке, арт-кафе, показывал этот видеодокумент. И он написал манифест к вечеру, когда это еще раз показывал. Там есть очень важный пункт, это четвертый, извините за проверку зрения, но это манифест можно найти в интернете, потом полностью читать. Но четвертый пункт говорит, что в будущее вместо холста художник будет использовать телевизоры, ну там более, семиконтакт, ресистант, то есть определенные оборудования, технологии. То есть искусство, искусство буду делать, ну, технологии, конкретные оборудования, это будет как сегодня холст. Мы видим холст, да, мы видим холст масла. И мы это понимаем, как произведение искусства, хорошее или такое, это другое, но по-любому это искусство, да, что за живопись, искусство. А он говорил, в будущее мы смотрим на видео, видим какой-то телевизор, монитор, а мы будем в том числе думать, что там показывают искусство. Это действительно, опять, это не то, что он видел будущее. Ну, прекрасная виска, которая сейчас идет в музее Пульс, в Москве, в Биллу. Вайола, это, безусловно, примерно доказательство, что, значит, Байк был прав. Но здесь я хочу сказать, что он просто понял, как важно будет, знаете что, спутники, которые позволяют посоединять мир. Наш мир будет глобальной деревней. Он это уже об этом говорит в 60-х. То есть он изучает теорию маршевого клона и говорит, да, телевизоры, мониторы нам нужны, потому что инструменты, которые делает нашу локальность, глобальным. Вот это, поэтому в искусстве будет такой шаг, такой шаг вперед. А это было, на минуточку, больше, чем 50 лет назад. Следующая работа, которую я хочу сделать, это маленькая акция. Это известный художник, который придумал то, что называется happening. Это мероприятие. Это искусство нового типа. Если хотите, для многих искусствоведов, критиков, это начало то, что называется contemporary art, постмодернизм. Мы прекрасно знаем, здесь без звука, но не так принципиально вам. Даже я, наверное, смотреть изображение по-любому. И главное, что Кепров придумал happening, то, что сегодня называется мультидисциплинарно. Что искусство, это не только умение рисовать, делать скульптуры, а это, когда участвуют несколько направлений искусства одновременно. Happening – это кто-то читает стыки, кто-то играет на гитаре, кто-то рисует картинки, показывает фотографии и так далее. То есть, и главное здесь, ребята, вот ключ постмодернизма, в чем отличается от модернизма – это участие людей. То есть, постмодернизм убрал под ногами художника педесталов. Главное, что я и ты – диалог. Искусство – это современное искусство, это диалог, это вид, фрагмент себя, отражение себя в процессе даже показа искусства. Они такой, да, обычный классический представитель искусства, да. Я такой маленький перед картиной, я чувствую себя как синдром Стендалла, да. Я теряю сознание, потому что такой, как водопад прямо перед мной. А это более классический традиционный «Почему нет?» поход. А здесь это художники, которые нам подарили новое понимание, что является искусством. А акция, которую вы здесь видите, «Телехаппенинг», это была на телевидении, 69-й год. И художники через «Спутниками» построили четыре моста. Это был студий, телевизионный, торговый центр в Бостоне, улица, где играл музыкант, и детский сад. И они все видят друг друга. Название перформанса – «Привет». Просто звук из них, они просто говорят «Привет». Ну, слушайте, ну, серьезно, а это искусство. Люди видят друг друга в мониторе, говорят «Привет, привет». Тогда не было возможно видеть себя. То есть я сижу в одном помещении и вижу моего ребенка в детском саду. А тогда только телефоны были. Они купили, безусловно. А сейчас я могу видеть ребенка и сказать «Привет, дорогой». И они говорят «О, мама, привет». Окей, извините за такое. Но а что это будет? Конечно же, давайте не анализируем, что есть. А потенциал этого. Художник уже видел скайп до скайпа. То есть уже в новой форме коммуникации. И, конечно, поскольку речь идет о пионерах, это очень базовый поход. Не ждите от пионеров фейерверка у ребят. Они пионерами, должны быть базовыми. Вот в этой перформансе, где он посоединяет четыре разных пространства, и там, главное, это технология, возможность создавать эти мосты, коммуникации. Это действительно очень важно. А важно здесь, что художники это предлагали как акция, как произведение искусства, а не просто как фокус. Hello. Следующая работа, которую я хочу вам показать, это... Ой, даже здесь есть зеленый... Кошки едут? Они играют, кошки любят играться. Лучше. Окей, простите, пожалуйста. А это... А можно чуть на паузу нажать? Это тоже неважный звук. О, пауза. Готовы? Пожалуйста, я очень прошу симулировать восторг. Окей? Девяносто третий год. Художники Джесс Кишо. Это уже история мини-искусства. Это гиперсложное оборудование. Девяносто третий год. Знаете, как называется? Планшет. Да, да. Потом вы через двадцать лет, пять лет, вы будете это использовать, но пока девяносто третий год, об этом вы ничего не знаете. И он сделал такое произведение в Германии, где внутри этого планшета, в мониторе... А можно на плей, поскольку? Вот. Смотрите, есть... Ну, давай еще. Джентль, покажи. Третий модель называется Golden Cup. Золотой. Золотой? Давайте. Ну, да, конечно. Третий модель. Как это? Год быка. Как вас... Правильно? Еще в год. Это год быка, да? То есть актуальна эта работа. Видите? И что люди могли делать? Сняли эту планшетку и могли видеть 3D. Внутри экрана были 3D-формы. Это, конечно же, концептуальные походы. Из-за названий, из-за библических историй, из-за, ну, все, произвестность. Идут. Вот видите? Где ваш Ухти? Ухти! А это технология. Понимаете, когда ты работаешь с технологией, ты художник, много чего связано с эффектом, там, ох, да, поскольку это нового. Но это недостаточно. А это, я люблю, это, как, эта работа нам показывала уже в пространстве искусствия, как будем, какие инструменты будут, ну, в будущем, да, действительно, очень, ну, хватит. Вам нравится? Я не люблю, кому-то, что нравится. Смотрите, а следующая работа, это «Ворощайся в Россию», это начало 90-х, художник Владимир Могилевский, и он сделал эту анимацию, а звука нет, да, нет возможности. Почему не поют сейчас наши соседи? А, есть звуки. Называется «Бёртый журнал». Все, 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 все. О, госпожа. Извините, пожалуйста, Димитрий Владимирович, чуть-чуть больше 20 минут будет, хорошо? Решайте, пожалуйста. Вот смотрите, это работа начала 90-х, ну, анимация как анимация. Где здесь прелест? Где прелест обычный? На виствах. В исплекациях. Всегда читать экспликации. Если на виставке нет экспликации, что надо делать? Уходить. Нет. Почему уходить? Помогать не экспликации. Нет. Дать поморке куратору. До крови. Ну, а как еще? Как можно? Особенно если работа концептуризма. Совсем при этом, ничего не понятно без экспликации. Короче, экспликации нам рассказывают, целую историю от художника. Он считает, что самое великое приведение человечества – это телефон. И телефон в начале 90-х подарил миру интернет. Кто-то помнит? Какие-то модели, такие звуки. Потому что тогда технология была через телефонные связи. Это работа, это визуализация возможностей коллаборации с художником из разных мест в мире. То есть, как вы видели, там есть журнал, и в каждой странице определенное изображение. Вот он так предлагал, что я в Москве решаю контент содержания первой страницы. Второй страницей уже этим занимается художник из Лондона. Третья страница, то есть, он это предлагал как интерактивная работа, которую делают здесь и сейчас. Конечно, тогда скорость интернета не позволяла это делать, но он уже видел, что мы живем в глобальном мире, в глобальной деревне, вернее, в мире, где все все вместе. Давайте творим все вместе. А сколько проекций связано. Потом эта пандемия дал нам еще и дистанционно творить. Вот это было начало 90-х. И последнее, которое я хочу показать, это прямо прогноз будущего. Это уже современная работа, работа, это два года или три года давности. Это прекрасный художник в том, Дмитрий Морозов. Это, что делает, это, давайте, искусствоведник, помогательная штука, не профессионально так звать, да, объект. Роботизированная инсталляция. Спасибо большое, профессор. Вот смотрите, как работает этот объект, эта роботизированная инсталляция, подключена к интернету и постоянно читает. Вот новости. То есть, что происходит в мире сегодня. И печатает прогноз будущего. То есть, что появится через 10 лет, 5 лет, 15 лет. То есть, на этой бумаге, это не чек. Вот, это текст. В тексте написано, ну, через 10 лет появится. Это все анализы информационного потока интернета. Но здесь, давайте, вы могли тоже симулировать. А это, кто автор здесь? Потому что, кто делает эту работу? Кто прогнозит будущее? Искусственный интеллект. То есть, обучение машине, обучение искусственный интеллект, который дает нам эти прогнозы. То есть, художник, используя искусственный интеллект, это уже, поскольку речь идет о цифровой фронтире, да, или, правильно, или я не в том месте. А, ух. Поэтому фронтира, это тоже фронтир между человеком и искусственным интеллектом. Поэтому, а здесь, например, очень яркий, прекрасный пример, даже без два года получил премию, когда искусство, да, ну, извините, пожалуйста, давайте я сразу покажу все карты. Но ключевой здесь момент, это ирония. То есть, это деконструкция, это понимание, что мы ждем, а технология даже, какой-то, быть пророком, да, или какой-то технология, которая нам показывает реальность, как будет, это будущее, да, как Нострадамус, как будто. Есть определенная деконструкция этого, система, что мы ждем от искусственного интеллекта, чтобы он взял все вместо нас, и будешь даже, он смог у нас сказать, как еще будет. Это не критика, это не, как сказать, он здесь не говорит, это плохо, это просто анализ. То есть, я просто выбрал несколько работ, которые для меня ключевые, как по-разному художники работают с этим, и где будешь, и в том числе о технологии, которая важна для медиа-искусства. Пока так, у нас сейчас и потом вопросы, правильно? Я? Да, давай. Спасибо большое, это пока все. Да, готовьте свои вопросы. Сейчас небольшое сообщение про художников-пророков от меня. Меня зовут Дмитрий Галкин, я профессор... Томского университета, и, собственно, когда мы решили с Пушкинским музеем делать вместе это событие и праздновать день рождения, то я предложил вот такой формат, и в итоге сам в нем оказался, что забавно. И, в общем, большая честь с такими людьми, как Антонио, как Юрий, как Дмитрий Юрьевич, Александр и Сергей Николаевич. Так, работает? Да, ну, тема цифрового фронтира, это то, чем я занимаюсь много лет, теория истории цифровой культуры, и про искусство и науку мы даже запустили два года назад магистрскую программу, которая, собственно, до некоторой степени находится в центре не только научных, но и образовательных наших задач. И, не знаю, скрывали. И начать бы я хотел с какой-то вещи, может быть, простой и тривиальной, но все мы знаем, что Леонардо да Винчи, помимо того, что был великим художником, титан возрождения, он был человеком, который изобрел и предсказал довольно много, в частности, технических изобретений, не считая, конечно, научных методов, которые он использовал в своей работе, потому что он был, по сути, естествоиспытателем, один из первых ученых, физиологов в этом смысле. Мы знаем, что он изобрел вертолет, например, парашют, танк и много чего другого. И в этом смысле, начиная с эпохи Возрождения, искусство и наука шагают в европейской культуре, которые, хотел сказать, шагают рука об руку, шагают вместе, нельзя же рука об руку шагать, да? Сходятся, расходятся, но это две важнейшие формы, которые являются локомотивом европейской культуры, к которой мы с вами принадлежим. Вот еще один пример такого пророческого отношения к будущему и желания, и не только пророчит, но и конструирует будущее. Наверное, вы узнаете это фото с выставки супрематистов 15-го года. И обратите внимание, как расположен черный квадрат, он расположен на месте иконы, да, в красном углу. И это пророчество, и эта задача, в общем-то, авангарда русского, оно сбывается через два года, и даже некоторые критики в 15-м году писали о том, что Малевич пророчит конец православии, монархии, что и произошло через два года. И сам термин авангард, который используют применительно вот к этой эпохе и к этому искусству, созидающему будущего, будущее, и как бы какие-то щупальцы выращивающие, чтобы будущее ощущать, этот термин авангард одновременно и означает «те, кто бежит в это будущее вперед», да, из военной лексики. Ну и мне всегда нравилась такая историко-культурная точка зрения, позиция знаменитого канадского литературоведа и теоретика медиа Машала Маклюина, который в книге «Познавая медиа» формулирует эту модернистскую идею о том, что «Искусство – это система раннего обнаружения того, что с нами будет завтра». Это вот буквально его цитата. И я покажу вам сейчас тоже, развивая идеи, о которых говорил Антонио, примеры относительно развития искусства и технологий, той области технологического искусства или «Art and Science», которое сегодня развивается как такое очень большое междисциплинарное поле, увлекающее ученых, художников, кураторов, искусствоведов. И, кстати, Антонио в России был одним из первых, кто курировал такие проекты, делал выставки прекрасные. Он просто не сказал об этом. Итак, был такой инженер компании Bell Telecom в Соединенных Штатах, Майкл Нолл, и в 60-х он заинтересовался возможностями компьютерной графики. Если мы с вами сегодня привыкли к тому, что на компьютере можно сделать все, что угодно, то для 60-х годов компьютер вообще не рассматривался как графический инструмент. Все, что мы с вами знаем про CGI, спецэффекты, анимацию, монтажи, коллажи и все прочее, все изобрели художники вот и до. Причем изобрели еще до того, как туда пришла индустрия. Но у Майкла Нолл была другая задача. Он хотел показать, что компьютерные алгоритмы при этом еще обладают творческими возможностями. Он был один из тех, кто призвал признать за технологиями креативную силу. И вот эта работа очень интересная, 64-го года, в которой он сделал следующее. Он запрограммировал печать на плотере работы идентичной знаменитой композиции с линиями Мандриана. Пит Мандриан, известный абстракционист. У него вот есть такая работа, которая слева. А справа это то, что он напечатал компьютер, сгенерировав эту работу с помощью алгоритма Нола. И этим все не закончилось. Он пошел показывать, не говоря о том, кто чего автор, пошел показывать это знакомым и специалистам по искусству. Задавая вопрос, кто где? Где Мандриан, а где компьютер? И в 60% случаев оказалось, что люди принимали компьютер за Мандриану. Это был своего рода такой тест Тьюринга, который проверяет, мыслит ли машина. Он, в общем, довольно легко показывал, что в 60% случаев в такой эстетике, в абстракционизме, вы не угадаете, кто автор человек или не человек. И вообще в искусстве есть алгоритмический фундамент. И там был Макс Бензе, знаменитый немецкий искусствовед, который придумал могучую алгоритмическую эстетику. Она была очень популярна и стала вообще основой алгоритмической живописи в 70-х. Но это вот один из примеров того, как художники не то, что предвосхищают, пророчат, а создают, конструируют, изобретают будущее. Вот работа, мой любимый пример, тоже американский художник, но он эмигрировал в США из Венгрии, Чарли Шури. Это человек, который создал первую в мире, по сути, программу по компьютерному искусству в США, в университете штата Огайо. Сам он был художником, но представьте, человек, который создал компьютерный центр для искусства в университете. И сохранилось много там историй про то, как он пытался доказать, что компьютер – это креативный инструмент. Тогда это вообще никто не знал и не понимал, не хотел понимать. Он отправлял свои работы в художественные журналы, откуда ему писали, парень, это что, какое искусство и компьютер, искусство – это полет духа. Он говорил, не-не-не, скоро будет искусство, которое полностью базируется на цифровом инструментарии. Но это одна из работ, показывающая кооперацию художников и ученых. Дело в том, что вот эта вот лента, из которой конструируется объект графический, это алгоритм, который они создали с коллегами-математиками, для того, чтобы… Это была очень сложная история, чтобы алгоритм сам рисовал лентой. Причем вы просто меняете параметры. А для него творческий процесс выглядит так. Он запускает программу, которая выдает там тысячу, полторы, две вариантов, и потом художник отбирает. То есть художник – это такой как бы фильтр, фильтр искусства, а не столько его создатель. Это диджитал, это диджитал, это электронная или алгоритмическая живопись. Ну вот еще один сюжет тоже, я очень его люблю, 56-го года, проект «Танцующие скульптуры» Николя Шафера. Здесь вы видите фотографию, где балерина, на самом деле балерина и балет и в театре Сары Бернаре у Марисы Бижара. Это была целая история с хореографией, построенной на роботах. И, в общем-то, идея Шафера была в том, чтобы создать таким образом не только искусство, но новую урбанистику, новую городскую среду, как он говорил, городскую пластическую социологию. В том смысле, что мы не можем и не должны в городе жить в мертвом, бетонном мире. Мы должны жить в мире интерактивном, пластическом, откликающемся на наши движения и наши эмоции. Еще один прекрасный человек, который вот в этот период, я пока вам говорю про 60-е, сейчас переключусь на попозже, британский кибернетик и ученый в одном лице. Это человек, создатель, практически один из создателей кибернетики второго порядка. И он же совершенно блестящий художник, работавший с компьютерами. Он вместе с канадским архитектором Седриком Прайсом придумал проект «Дворца веселья», так его переводят в «Фан Пелос», смысл которого заключался в следующем. Это, по сути, здание робот, которое подстраивается под наши интересы. То есть, если обычную архитектуру Юрий вынужден был уехать, то, к сожалению, в Дом офицеров смотрят архитектуру в Томске, если обычная архитектура, это как здесь вот стены, пространство, все за нас распланировали, то здание робот – это здание, которое имеет возможность гибко, модульно подстраиваться под то, что мы хотим делать. То есть, там роботизированная система на потолке, которая двигает стены, перегородки, лестницы. Хотите вы вечеринку, он под вечеринку, хотите вы там несколько квартир, он под несколько квартир, хотите магазины, вечеринку и несколько квартир. Магазины, вечеринку и несколько квартир. Ну, на самом деле, я про квартиры, конечно, загнул. Идея была создать общественное пространство, которое подстраивается под общество, а не навязывает ему, как вот находиться в каком зале, в каком количестве, на каком этаже и так далее. Это прекрасный этапический проект, который не был реализован. Это отрисовки прайса. Здесь вы видите разметку и видите, как устроен робот, который двигает стены, то есть, такие циклические установки. Его не смогли построить, потому что не было компьютерных мощностей. То есть, выяснилось, что, чтобы считать и двигать такие роботизированные объекты, пока компьютерные технологии не доступны. Но за то, что они изобрели и что они предвосхитили? Они предвосхитили, по сути, современную многофункциональную архитектуру, которую мы с вами пользуемся в разных местах, в выставочных центрах и прочих пространствах, которые быстро переоборудуются под разные цели. Они изменили концепцию архитектуры, и она потом была реализована спустя 20 лет. Антонио показывал уже Джефф Ришо. Джефф Ришо изобрел много чего на цифровом фронтире. Вы видели планшет, это совершенно уникальная вещь 1993 года. Эта работа сделана чуть пораньше, она называется «Читаемый город» – «Legible City». Это иммерсионная инсталляция, или то, что сейчас называют виртуальной реальностью. Вы сидите перед экраном на велосипеде и едете в экран, как будто это город, состоящий из текста, видите, из букв. А текст – это литературное произведение. То есть я не помню, чьи были эти тексты. Там были разные тексты, но просто я автор, да, в зависимости от инсталляции. Но смысл в том, что можно заехать в книгу, в текст, как город, и двигаться в нем, в ней, в этом городе, в книге, физически преодолевая, как бы преодолевая пространство и не сидя парализованный, как бы перед книгой, да, а двигаясь в ней, осваивая текст физически, она прекрасна. Но это один из, в общем, главных, я считаю, художников-пророков цифровых технологий – это виртуальная реальность, то, что показывал Антонио, это 3D-моделирование и персональные гаджеты. Джеффри Шо, по-моему, жив-здоров, да, он был директором школы новых медиа в университете Гонконга, по-моему, вернулся в Германию и считается, ну, таким вот, как бы признанным пророком и, ну, как сказать, пророк – это неправильное слово на карьере метафорическое, то есть он, как бы, пророчит и создает, вот в чем, как бы, привилегия искусства такого типа перед литературой или кино. В кино обыгрываются идеи, но они там не работают, да, они, как бы, там имитируются. Фантастики, они про них рассказывают, это нарратит, а это работающие, работающие объекты, то есть это настоящее изобретение, инновации, там, как угодно это можно называть. «Еще один прекрасный проект про виртуальную реальность, британская группа Marshmallow Laser Feast, и мы снова возвращаемся к общению с китами, гибридным сообществом, одной из утопий, которая сейчас очень, мне кажется, важна. они делают эту работу глазами животного в фестивальном варианте на природе. Вы одеваете шлем, в этом шлеме виртуальной реальности у вас что? У вас то, как видят эту среду обитания, животные, которые там живут. Вот примерно так. То есть вы как бы с помощью технологий, они по научным описаниям с физиологами реконструировали, как зрение выглядит, и зашили его в шлем виртуальной реальности, и, грубо говоря, вы жаба, да, ну не, вы не жаба, а вы в шлеме живете в мире глазами жабы, да, и находитесь в той же среде, с теми же запахами, там, с звуками, и, главное, вместе с такими же другими жабыми, как и вы. То есть встаете на уровень тех живых существ, вот как у Пономарева с китами, да, так здесь с обитателями леса. Это, пожалуй, еще один самый главный пророк вместе с Джек Нишо, австралийский художник Стеллорг. Он начинал как перформер, человек, который работает со своим телом, то есть это очень важно для перфоманса, когда высказывание художника основано на его физическом присутствии, на его теле. И Стеллорг, ну, с моей точки зрения, это такой проповедник робототехники, и в частности вот в этой работе, которая называется третья рука. Третья рука, он буквально сделал третью роботизированную руку, присоединил к себе, и эта рука функционально дополняет его существующие две. Вы видите, что как бы с художественной точки зрения он показывает, что технология это избыток, третья рука мне не нужна, ну, по жизни. Зачем она мне, я к двум привык, мы, в принципе, и две-то руки не очень используем, да. А здесь третья как такой довесок включения в технологический мир. И, собственно, он был и остается пророком двух вещей. Это технологического наращивания тела и боли, которые с этим связаны. То есть у него любая технология – это боль, которая вторгается в твой приватный мир. И вот пример тоже очень популярности. Стеллорг был в Москве с этой историей. Он, видите, вшил в предплечье ухо. Этот хрящ, так же, как на этой мышке, выращен с помощью специальной посевной технологии. То есть клетки в инкубаторе на каркасе выращиваются и становятся вот этой частью тела. Там в основе медицинская технология, которая очень важная на самом деле – восстановление хрящей. Для пластических операций, особенно после аварий, это была большая беда в медицине. Хрящ восстановить точно практически невозможно. Был такой джерф по канте. В общем, я не буду медицинскую историю рассказывать, она очень сложная, даже приключенческая. Но здесь вы видите опять, как художник работает уже с биотехнологиями. Но потом он собирается, он этого не сделал, но как бы замысел, концепт в том, чтобы в это ухо включить еще Bluetooth-передатчик, другие способы соединить свое тело с современными технологическими системами связи. Ну, представьте, там, допустим, в зуб у вас вставлен микрофон, здесь у вас Bluetooth-передатчик, ну, у меня, предположим, я вещаю, а с Bluetooth мой сигнал можно принимать здесь по корпусу, допустим. Ну, вот здесь возможны комбинации, да. Вот этот проект курировал Антонио, и если вы захотите спросить поподробнее, он расскажет, как это все работает. Это художник из Австралии Гайби Анари, который придумал еще одну такую историю, называется «Полуживые объекты», полуживой художник. В его основе клетки крысиного мозга, которые живут тоже в биореакторе, которые жизнь поддерживают на специальной подложке, поскольку клетки мозга всегда общаются с помощью электронных импульсов, то их можно считать, подложка их считывает, отправляет на руку робота. Это робот-художник, называется «Полуживой художник». Этому роботу показывают с камеры какую-то картинку, крысиные нейроны ее считывают. Да, сейчас я покажу, как делал это Антонио. Антонио показывал в Москве эту работу, когда роботу транслировали черный квадрат из Тротяковской галереи. И он, значит, должен был срисовать черный квадрат, а сверху там еще камера стоит, которая контролирует, правильно ли он срисовывает черный квадрат. И если мы до этого с вами видели пророчество про то, что мы с вами должны, как бы сказать, более равными с другими живыми существами, то в этих работах пророчество про то, что мы с вами должны стать более равными с такими гибридными нечеловеческими агентами. Что мы с вами, как бы, оказываемся в мире, где там бактерии в парламенте, а эти что не надо пустить в искусство. Такой вот месседж. Это очень классная история, ее уже довольно много лет, да, лет 15 или даже больше. И Гай Бенари сделал после этого немало других работ, используя собственные уже нейроны. Ну, одна из таких веселых работ, а точнее, это для него, конечно, нейроны. Он купил на ebay крайнюю плоть, не буду комментировать, наверное, знаете, что это такое. И с помощью очень сложной биотехнологии, это Нобелевская премия 2012 года, на всякий случай, перепрограммировал клетки кожи в клетки головного мозга. И этот мозг посадил в свою инсталляцию, и он там существовал, и даже звуки издавал. Но сам концепт был очень красивый. Это, в общем, довольно такой серьезный взгляд в будущее, уже постцифровое. Мы говорим с вами про цифровой фронтир, где возникает возможность свободно преобразовывать живые ткани. Это целый область науки, который, например, позволяет вам в медицинских целях просто вырастить новую печень. То есть вы берете кожу, даже не ткани печени, перепрограммируете кожу и выращиваете из перепрограммированных стволовых клеток печень или ткань сердца. Вот в российских научных учреждениях тоже есть такие разработки. Это довольно дорого, но, в принципе, довольно эффективно. То есть можно таким образом вашими же тканями лечить проблемы, связанные с вашими органами. Вот прекрасный экологический проект Кена Голберга, американского робототехника, суть которого заключалась в том, что до 90-е годы он очень такой тоже утопический, как мы с природой и технологиями едины. Он взял промышленного робота, подключил к интернету и на сайте вы могли с помощью этого робота высаживать свои растения, ухаживать за ними, поливать. То есть такая утопия, когда человек и роботы вместе помогают сохранять и развивать природу. Но мне почему-то все время больше напоминает фильм Валли. Помните такой мультик, где уже все исчезло и остались только вот эти, которые высаживают? Ну, в принципе, к этому все идет. Сейчас именно биотехнологические и робототехнические системы занимаются сельским хозяйством, как вы знаете. Сельское хозяйство все более эффективно именно благодаря робототехнике. Если вы посмотрите то, что делается даже в Томской области, и в теплицах, и комбайнах, и все прочее, это прекрасно, почти на 30 лет опередившие такую метафору и одновременно решение, предвосхищающее, что будет дальше. И немножко о биологии. Этот проект знаменитый, скандальный. Я про него все равно всегда рассказываю. Это Эдуарда Кац вместе с учеными, тоже американский художник, хакнул ген, точнее ДНК цветка петунии. Знаете, такой красивый цветочек, по-моему, он хакнул там иммунитет, прежде всего, и добавил кусочек своего гена, отвечающий за красный цвет эритроцитов, то есть клеток, которые у нас с вами кровь красная делает. И впрыснул этот, ну не кровь, а по сути кровь, в ДНК цветка. И теперь, если вы посмотрите на цветок, то он приобрел такие красные прожилки. То есть они, возвращаясь к китам и полуживым художникам, это снова работа про то, что они теперь родственники. Эдуарда Кац и Эдуния, то есть его сестра по крови из горшка все точно, они теперь родственники. Теперь они как бы на равных существуют в новой экосистеме. Ну и он семена продает свои. Конечно, это немножко пародийная история, но с биологической точки зрения она вообще не пародийная никакая. Ну и красиво, во-первых, это красиво, кто любит растения. А вот человек, который, по сути, предвосхитил развитие синтетической биологии, точнее целая группа британских критических дизайнов, я сейчас закончу. Тур Ван Болэйн получил за это премию престижную. Работа называется «Золотые голуби». И он самостоятельно, как художник, разобрался в этой истории. Он взял в открытом репозиторе расшифрованных ДНК. Это просто ученые складывают друг для друга расшифровки, допустим, ДНК разных организмов. Вот он взял бактерию, которая отвечает за пищеварение голубя. Вот так это примерно выглядит. Последовательности нуклеотидов он взял и изменил таким образом, чтобы эта бактерия вместо, как бы сказать, обычных продуктов переработки еды голубя выдавала моющее средство. И теперь, как бы, крысы городские, какими голуби являются, не портят памятники и здания, а мылят. Потом идет дождь и мы... Все чисто. Это все относится к области синтетической биологии, то есть синтезированию с помощью инжиниринга ДНК, синтезирования новых свойств живых организмов и тканей. Ну и там целый фильм у него очень такой занятный. А это работа Хизер Дьюх. Хэдборг, она более критическая, но тоже такое алармистское, настораживающее. Она настаивает, что ей удалось из биологического мусора с помощью специальной компьютерной обработки восстанавливать внешность человека. Вот вы, допустим, уроните свой волос где-то, ну, любые мусорные следы вашего тела, слюна, допустим, там, неважно. Много мы мусорим своим телом по чесноку. Вот если взять кусочек мусора и выделить оттуда ДНК, то можно установить ваш портрет. Ну и что она делает? И довольно много таких работ. Она показывает, в принципе, что по биологическому мусору можно вычислить, кто вы. И она один из тех художников, кто критически, скептически смотрит на паранойю биополитики и надзора за людьми с помощью подобного рода методов. Ну, допустим, там произошло преступление, и на месте преступления, а вы до этого там оставили какой-то волос, нашли ваш волос, сказали, что вы там были. Раз и доказательства, да, что вы причастны. Ну, может, вы мимо шли. То есть это вообще такой фундаментальный критический социологический заход про варианты будущего, которые нас могут не устроить. Когда шпионство и фальсификация данных таким образом могут навредить людям. Ну и еще один сюжет. У этих людей есть несколько, у этой группы художников, простите, есть несколько вот таких пророческих работ. Одна из них называется «Безжертвенная кожа». она очень экологичная, концептуальная и сложная. Эта группа симбиотика находится в университете Западной Австралии, то есть это большая арт-резиденция, лаборатория, которая в университете занимается биоартом. И что они делают? Они пытаются моделировать различные такие опережающие варианты использования технологий. В данном случае выращивание кожи для одежды. То есть то, что вы видите, это пиджачок, он живет в реакторе, и он там вырос. То есть животные не пострадали. Кожа выращена исключительно искусственным путем. У них такой же был проект. Все это довольно старое, работаем уже лет по 12-15. Такой же проект у них был с бургером. То есть они сделали малюсенький бургер с синтетическим мясом. Лет за 15 до того, как в эту отрасль пришли инвесторы, и сейчас синтетическое, ну как оно не синтетическое, оно биологическое, то есть это не из пластика, а из клеток. Но искусственное производство кожи, мяса без уничтожения животных это один из трендов, который они предвосхитили лет 15 назад. Точнее они его, как сказать, они не написали про него, они его сделали. Все этот пиджак, они эту кожу, они выросли. Правда, там была проблема, когда этот пиджак был на выставке в музее, в музее современного искусства в Нью-Йорке, на нем начала расти опухоль. Вот вы видите. И работа оказалась не столько дизайнерской такой, да, про биодизайн, сколько критической про то, что в какой-то момент вместо того, чтобы получать ткани, мы получим кучу рака вокруг, потому что эти ткани начнут генерировать опухоли. Там есть проблемы. Почему, допустим, терапия со стволовыми клетками очень часто под вопросом, потому что из стволовых клеток могут начать появляться не те ткани, которые вы хотели, скажем, мышца, а опухоль. И опухоль вас скушает. А вы хотели полечиться. Вот эта история, которая как бы такую тревогу бьет по поводу негативной стороны биотехнологий. Ну и еще одна прекрасная история про интерфейсы. Кристо Зоммер и Лорен Миньон, австрийские художники. У них была резиденция, по-моему, во Франции Телеком, где они делали новые интерфейсы и придумали очень красивую штуку. Они ее до сих пор, по-моему, выставляют. Она тоже давнишняя работа, но, мне кажется, тоже очень пророческая. Вы держите в руках этот объект, в котором, когда держите, чувствуете, что бьется сердце. А это бьется сердце человека, который держит в руках второй объект. То есть вы держите сердца друг друга, и там механизм работает на той частоте и с тем тактильным ощущением, что вот как будто вы приложили руку к своей груди или к другу человеку, у которого бьется сердце. И это совсем другой способ нивербальной коммуникации. Вы прямо чувствуете, держите сердце. Она очень поэтичная, конечно, красивая, но на самом деле они пытались придумать новый интерфейс. Как нам взаимодействовать не на уровне смайликов или разговоров или картинок, а на уровне совсем проникновения в душу другого человека. Что называется? Что-то я насобирал. Прошу прощения. Последний, один из моих любимых художников и последний пример того, как художники предвосхищают скептически будущее – Билл Ворн, канадский робототехник-художник. Он делает, давайте я покажу, наверное, не «Инферно», а у него есть целый цикл двухтысячных. Он делает истерические машины, называется работа. И смысл ее в том, что мы все с вами происходим из того, что разные технические устройства, в том числе роботы, они такие нормальные или вообще психически нейтральные. Но в каком-то момент мы окажемся в мире, где не может быть такого, что робот психически нейтральный. Он нас бесит, он нам нравится, он вызывает много всяких интересных или неинтересных ощущений. Даже робот-пылесос может быть. Здесь много важных вопросов эмоционального контакта или его отсутствия с техническими системами. И Билл Ворон создает такой экстремальный вариант, когда робот стал психопатом. То есть он создавался как психопат. Истеричка или истерик. И что мы будем с ними сделать? То есть вы заходите на инсталляцию, а там висит вот такая штука, и она на вас очень плохо реагирует. То есть смысл ее существования в том, чтобы психовать на вас с помощью света, звука, движений. А при этом он же вскрывает такой пласт отношений, которые все время замалчиваются, что технологии не касаются наших реальных человеческих болей. То есть если мы в жизни психуем, нервничаем, агрессируем друг на друга, то роботы не должны так делать. Роботы должны так делать, если они должны быть с нами, говорит Билл Ворон. Если мы психи и невротики, значит и роботы должны быть психи и невротики. В модели, в каком-то странном будущем, где мы вот так к ним относимся, а не как к нейтральным каким-то объектам. И вот он создает такую лабораторию с истерическими машинами, и смотрит, как мы будем с ними иметь дело. Отличная работа и по художественной, и по концептуальной части. И, в общем, она действительно, если вы вспомните себя, как вы психуете на чайники, телефоны, автомобили и другие штуки, то вы поймете, о чем работа Билла Ворна. Она как раз об этой глубинной человеческой подложке отношения ко всему, и к людям, и к другим членам гибридных сообществ. Все, спасибо за внимание. Это роботы-психопаты. Я думаю, что у нас теперь с Антонио есть возможность поговорить. и... Прости, пожалуйста, я тебе... Задай мне вопрос. А, да, так, хорошо? Да. Микрофон нужен. Сейчас, да, пока задавай мне вопрос, а я возьму второй микрофон. Я не могу... А ты хороший? Нович, микрофон, нет? Окей, давай так. Я могу просто бросать такой микрофон. И так мы можем разговаривать. Это будет более интереснее. Итак, давайте оставим сбоку цифровой фронтир, чтобы мы не говорили... С удовольствием. Не говорили о... Оставьте картинку, пожалуйста. Да, потому что нам очень нужен истерический робот. Нет, давайте истерический робот. Да, скрипрыз, да, что-нибудь так будет. Как раз это именно для нас. Просто... Потому что говорить о границе, это не об этом. Просто... То, что мне стало интересно после твоей презентации, о чём я говорил, это что... Во-первых, что когда речь идёт, мы переходим к чисто технологическому искусству, которое используют и компьютеры, и другие машины, у художников-инженеров-программистов есть комплекс очевидный. Им нужна традиционная искусство. Но если речь идёт о компьютер-арте, там должна быть похожа на Мандриану. Похоже... Ну, если... Ну... Есть истерики, где он сделал... Там похожа на... Опт-арт, искусство, и Бриджит Райли были работали. То есть всегда был такой... Или... Ашри-арт, какой-то похожий на человек, и так далее. Всегда... Ты встречаешь... Начало истории миди-арта... Такой... Обиходимость, чтобы и работа выгодить, как работа другого художника. И... Тысяча портретов Мона Лизи, и так далее. Во-первых, я хочу обсудить этот... Для меня очень важный момент. Первый вопрос. Насколько сейчас, наконец, искусство, цифровой фронтир, если можно использовать термин, развивалось, чтобы уже это не так важно, что нашел уже свою нишу. А не такой комплекс, это должно быть, как в живописи, как в графике, как в обычной традиционной искусстве. Того вопроса? Да, я с тобой согласен, что изначально искусство и наука вот в двадцатом веке пытались как-то оставаться, что-то внутри жанра. То есть, если компьютерная живопись, то она живопись, да, алгоритмическая живопись. Она как бы сохраняет жанр. Или, допустим, когда стали использовать разные роботизированные системы, то это называлась роботизированная скульптура. То есть, как бы опять возвращаясь к какому-то канону, как вот в книге, допустим, Beyond Modern Sculpture, где, господи, скажи мне, как его звали? Искусствоведа американского вылетело из головы. Ну, где он все это вписывает в историю и скульптура, допустим, классического жанра. Вот. Но затем, я думаю, что где-то уже в восьмидесятых постепенно происходит, начинает, происходит поиск, начинается поиск альтернативных форматов. Ну, это, в принципе, вся история актуального искусства. и даже терминология больше не употребляется. Скорее, там, инсталляцией назовут, скорее, объектом назовут или проделывают какое-нибудь слово интерактивный. Здесь и язык изменился, и сам подход художников изменился. Но что самое главное, мне кажется, произошло, это переход от произведения к процессу. То есть, если все-таки хотелось подражать живописи, в алгоритмической живописи, то впоследствии технологии используются как элемент реального времени, процесса, происходящего не в произведении искусства, а здесь, в жизни, вот ближе к хэппенингу, да, ближе к какому-то перформансу. И то, что делают Стелларк и другие художники, они как бы интегрируют вот это технологическое решение в нечто, происходящее в реальном времени. Предположим, этот пиджачок живет и умирает от рака в реальном времени, да, то есть, он не объект, не произведение никакое, он, прежде всего, процесс. Или вот эти роботы-психопаты, они тоже интересны, пока есть процесс, пока есть встреча, взаимодействие с людьми. Отдельно, как произведение, это просто инструменты в коробках лежащие, да, то есть, они не могут носить какой-то завершенный характер произведения искусства в традиционном понимании. И вот из этих параметров реальное время, интерактивность, участие человека, обязательно включенность, как, ну, такого, не то что соучастника, а даже создателя, то, что Пасх называл эстетически заряженной средой, то есть, не объект, а среда и процесс. То есть, вот, мне кажется, в этом смысле изменилась и теоретическая, и творческая сторона именно в технологическом искусстве. И тот же Морозов, который ты упомянул, рассказывал как-то, что его работу, не помню, как она называется, приобрела известная арт-институция, потом они разбирали склад и обнаружили, что она стоит там под дождем с тремя компьютерами. Это в другом? Это как хранить такие произведения? То есть, проблема это... Вопрос в том, произведение это или нет. То есть, это, как бы, его полуфабрикат, заготовка, его обещания, но произведением оно становится только, когда есть живой процесс. Я про это. Ну, давайте это проблема хранителей искусства. Как они будут хранители произведения, как правильно это все делают. Но, я хотел остаться в том, что я заметил в нашей с тобой презентации. Во-первых, я очень много говорил, очень много успешных пока примеров, как художник, который занимается цифровом искусстве или использовал оборудование, да, машине, они пытаются решать проблемы. Знаешь, я из тех человеков, которые всегда или искусствоведник, которые всегда там предупреждают, что искусство прилагает проблемы, а не решает. когда мы смотрим на более традиционные, да, формы искусства, там есть, да, проблемы, моральные проблемы, там, кто-то, так более философические вопросы. А здесь есть конкретные решения, поэтому, видишь ли ты такой, ну, шифт, такой, когда занимаешь, ну, художник, который занимает, такие, искусства, ну, формулы искусства, да, они хотят, реально решать, чтобы стало лучше, даже лечить, можно сказать, мир. Скорее, да, вот работы, о которых я рассказывал, симбиотики, они действительно нацелены на экологию. Не надо убивать животных, чтобы поесть мясо, не надо убивать животных, чтобы какую-то одежду из кожи создавать, это все можно вырастить технологическим путем. Поэтому, вот это настрой на биодизайн, кстати говоря, работа с пиджачком, которую я показывал, ее выставляли в Музее современного искусства в Нью-Йорке на выставке дизайна Паула Антонуэль и делала это как горизонты дизайна. И, в принципе, что мы знаем с вами из истории XX века, что вот эта связь между искусством и будущим, между художественной, идейной находкой и ее реализацией всегда идет через дизайн. то есть, авангард, баухаус, там, лисицкий и весь предметный мир XX века. То есть, в этом плане, мне кажется, что связка между искусством, дизайном и технологией, технологиями, гораздо важнее, чем размышления об автономии и какой-то отвлеченной критической поэтике в искусстве. Хотя, это тоже, в общем, важно и уместно, я ничего против сказать не могу, но мне кажется, что даже критический дизайн, который, допустим, спекулятивный, очень активно развивается и пользуется методами современного искусства, он тоже, с одной стороны, ставит проблемы, раскрывает, раскупоривает какие-то вопросы, а с другой стороны, заставляет посмотреть на варианты решений и какие-то новые способы мыслить об этих решениях. Вот из того, что я показывал, например, работа Билла Борна, она скорее критическая исследовательская, чем дизайнерская. То есть, он просто говорит, давайте придем в лабораторию, где технологии откликаются на наши психологические сложности, на какие-то неприятные аспекты нашей психики. Мы не знаем, что с ними делать, но мы поизучаем этот вопрос и попробуем раскопать, что там происходит, да, или может произойти. А есть пиджачок, который, ну я считаю, в общем, изначально чисто дизайнерский проект «Безжертвенная кожа», но стал критическим, когда там появилась вот эта вопухоль, и они его в конце в музее отключили, в пиджаке, и он помер. То есть, там были статьи в газетах, убили произведения искусства в галерее, там, даже я про это написал, что-то. Но основа все равно работы в большей степени дизайнерская, конечно. Еще третье замечание, которое у меня было, но, конечно же, здесь, то, что, ты, конечно, больше фокусирована на функциональности, то есть, потому что дизайнер и искусство, в этом случае, они имеют совместную идею, что это функциональная работа, критическая, не критическая, это как может быть. И концептуальная тоже. И всегда критическая. Но, особенно, еще третий пункт, который я хотел обсудить, это, ну, конечно, вопрос к тебе, да, это работа, где художница смогла из сигарет, остаток, что она нашла, слюни там, жвачки, портрет человека, который жевал, эту жвачку или курил эту сигарету. Да, у нас есть серия масок, серия портретов людей, а есть ли у нас человек? То есть, здесь речь идет, что мы видим, как он или она выглядит. Это как, в музее мы видим портреты, человека, который жил, ну, во время, ну, много-много лет назад, да, портреты мужчины и женщины, которые тоже, подобно, восстановили. Поэтому, мне интересно, здесь, может быть, всего нам нужно, насколько эти проекты могут нам, не только поверхность, не только, как выглядит, а что за человека, вот, можно ли машине нам с этим помочь? помогает ли искусство с технологиями? Ну, вот, что касается этого проекта, наш с Антонио коллега, Дима Булатов, делал… Первый? да, выставку, с этой работой, и, я там тоже в программе принимал участие, художница задавала вопрос, ну, нарочи-то, то есть, насколько точный алгоритм, там, ну, все это задают, насколько это действительно портрет, вот, на что Хезер, как бы, реагирует, ну, и все этот вопрос задают, естественно, на что она реагирует, таким образом, что работа-то не про точность портрета, да, работа, вообще, про саму возможность, с одной стороны, вот такой работы с биологическим мусором, а с другой стороны, про саму неопределенность, что это будет, точно, есть там человек, нет там человека, это вот то, что сейчас называют постправда, да, то есть, то ли правда, то есть, мы полагаемся на то, что это ДНК, и нейронная сеть, которая ее обработала, или не полагаемся, кому верить, да, где здесь научная достоверность, то есть, она критическая, она скептическая работа, а не способ пожонглировать какими-то технологическими достижениями. Нет, я не хочу остановить, поскольку это вопрос, это ответ от доброго человека, а я хочу от другого человека, потому что, давай и начать, мой вопрос, наверное, будет более понятно, что я имею в виду, и прошу прощения, что не сразу сделала тогда, потому что, в первой части, да, моя презентация была важна, как художники сумели, да, нам надо рассказать о будущем, да, это момент, когда, ну, работа, например, АЭС плюс Ф, я смог дать, ну, предсказать, как есть трагедия будущего, но все, что мы видели, нам, эти работы, которые мы видели в моей презентации, твоей презентации, нам дадут понимание обложки, понимание фактов, что будет, как факты, события, а как будет человек будущего, не помогать нам, понятно, то есть события могут нам предсказать, будем использовать планшеты, будет такой ужасный теракт, будет, а что за человек, который будет в будущем, поэтому, мой вопрос с масками был, да, мы можем сказать, как выглядит человек, но может искусство нам показать о поведениях к человеку будешь, а не просто такой, ну, о фактах, и вот. Ты знаешь, у меня очень устойчивое ощущение и по рассуждениям, по теории, по работам, что человек действительно стал менее интересен, а интересны сами возможности медиа, то есть инструменты, с помощью которого художник высказывается, потому что, строго говоря, нас с вами как людей в этом смысле определяют те медиа, те средства выражения, понимания, инструменты, которыми мы пользуемся, то есть вот, какой человек вторично от медиа, поэтому, когда художник показывает, смотрите, какие есть биологические медиа, преобразовывать ткани, раз, два, если у нас будут такие средства преобразования тканей, делайте выводы, каким будет человек, да, то есть человек, который получает такие медиа и такие инструменты, но вопрос, мы на него ответа не знаем, то есть, в принципе, можно сказать, что, человеку что ни дай, он будет заниматься двумя вещами, развратом и убийством, да, ну вот такая антропология, костная, как знаете, антропологи говорят, что нужно человеку, человеку нужно размножаться, питаться и доминировать, все, больше ему ничего не надо, поэтому вы ему даете новые технологии, он будет размножаться, питаться и доминировать только, но здесь как раз художники хотят уйти от этого вопроса, от этого, как бы, от этой догмы про человека, а прийти к пониманию человека через медиа, то есть, если тебе попадается такой инструмент, там, видеокамера, да, какая визуальная, вот помнишь, тоже мой любимый пример, вслед за Нем Джон Пайком, движения разные в видеоарте, и было такое партизанское телевидение, что такое партизанское телевидение, это люди обзавелись видеокамерами и решили, что будут правду про жизнь снимать, вместо того, что показывают по телеку, то есть, будут бегать с камерами снимать, распространять кассеты, ну, вот, партизаны, да, это движение довольно быстро заглохло, но, с моей точки зрения, оно предвосхитило что, вот, скажите мне, технически, мы все бегаем и что-то снимаем, что-то, и потом делимся этим, это что? Это YouTube. И когда появился YouTube, вдруг стала, на самом деле, идея партизанского телевидения неинтересна, показывать, рассказывать правду кому-то, нет, все, а потом появился ТикТок, конечно, молчу про него, но все начали снимать что-нибудь смешное, или что-нибудь дурацкое, или рассказывать искренне, приискренне про себя там, а правда-то снимать и рассказывать людям про проблемы неинтересно никому, ни в ТикТоке, ни в YouTube. Поэтому задумка была одна, получили Medium, я про это рассказывал, да, а Medium показал, кто мы, как мы с YouTube, мы с ТикТоком живем, кто мы такие. Вот, как бы, ответ на вопрос. Есть маленькие комментарии, но, наверное, есть вопросы, чтобы это не было сегодня вечером интервью с он. Есть какие-то еще вопросы, потому что у меня есть маленькие комментарии к этому, но я... Так, Дмитрий Владимирович, а может быть художники это как раз те люди, которые отличаются от обычного ютубера, которого интересуются то, что Вы сказали, те факты, именно они и остаются, может быть, в истории искусства, и влияют, может быть, на мир, и пытаются влиять на мир стали вопросы, нет? Это так и есть. Партизанское телевидение хотело поставить вопросы, оно, по сути, изобрело вот эту форму свободного обращения с видео, не капиталистического телевизионного, а свободного социального обращения с видео. Они изобретают, они хотят проблему, люди получают этот Medium в итоге в интернете через YouTube и занимаются чем? Художники остались при своем, а мы-то с Вами остались с ТикТоком, понимаете? Я об этом сейчас говорю. Кто с чьим? Кто в музей ходит, кто с ТикТок? Согласен, но художники, как правильно говорит Антоний, они свои критические, интеллектуальные функции должны как бы блюсти, да, вот эти задачи, задавать вопросы. Но то, что они изобрели и что отправилось людям, как спрашивает меня Антония, что говорит о новом человеке? Вот то и говорит человеку дали этот инструмент, как он его использовал, такой он и человек. а художник остался при своем. Тут как бы не обязательно, что мы все стали партизанами, рассказывающими правду в YouTube, нет. Могу я тоже ответить на Ваш вопрос, Нора, для того, что здесь Вы еще спросили, кто остается в истории. То есть тот момент тоже важный. В истории остается только те художники, те произведения, которые пройдут тест времени. Это, то есть когда есть анализ от искусствоведов, от теоретиков, тогда мы понимаем, а не только эффект «ухти» или популярность в определенный период. А здесь это уже такой странный действительно момент, потому что то, что Дмитрий Владимирович звал в партизанском телевидении. А кто эти художники? Имена, они не вошли в историю. То есть, ну конечно, есть эксперты, ты знаешь эти движения, можешь даже сказать, кто там участвовал. Но это просто набор имен. А кроме этого эти люди ничего не сделали, типа Леонардо да Винчи, и это, и это, и это. Что я хочу сказать, что в истории вошли не конкретные имена этих людей, а движения. А это была сплошная утопия. То, что благодаря этим кассетам, да, благодаря этим движениям, благодаря этим видео, которые снимают о правде, да, мы снимаем мир так, как он есть, а не как телевидение, которое манипулирует. Речь идет о том, что 50 лет назад, мы прекрасно знаем, что телевидение больше не манипулирует мнение людей. Оно тогда, да. Вот. И сделали, снимали эти видео, потому что они хотели менять мир. Даже на политическом уровне. Благодаря нам через 4 года будет другой президент. Потому что смотрели наши видео, поняли, в каком рядом мы живем, и будет изменение. Они были реально в виде в утопии. Понимаете? А, конечно же, те, кто снимает этот канал YouTube или TikTok, опять же, они не художники, поэтому зачем нам анализировать эти работы. Будет ли художник делать TikTok или YouTube, давайте посмотрим. Во-первых. Второе. Безусловно, этой утопии нету больше. Потому что они мечтали о такой системе, где информация будет доступна всем. А парадокс какой? Да, сейчас информация доступна, все можем смотреть, но менять мир не получается. Они не хотели. То есть, как сейчас, то, что Дмитрий Бардиниев говорил, да, получил технологию, о которой они мечтали, но то, что они хотели менять мир через технологию, не получилось, потому что сращили все. То есть, а это уже человеческий фактор или система, в которой мы живем, которая так сделала. В этом есть тоже такой счастливый парадокс. Поэтому хорошо, когда в истории искусства войдет движение, интенсив, процесс, а не конкретные имена. А пусть специалисты все вспомнят, как звало, кто эти движения. Но, безусловно, это движение тоже важно. И это, опять, очень важный феномен, связанный с миллиардом, с искусством и новой технологией. Знаешь, кстати, что я думаю? Что еще нужно написать или сделать какую-то работу про ТикТок и Синих Носов, допустим, или швейцарский видеоарт, потому что то, как... Потому что гарантии дадут. Легче получить гарантии швейцарии. А, кстати, да. Потому что тот формат дурацких коротких видео, который является основой ТикТока, это формат видеоарта 90-х в Европе. Фигура идиота в искусстве... Согласен, но я про видео, я про медиум. Да. Это все видеоарт уже отработал, это все всем уже надоело давно, а ТикТок спустя, значит, 20 лет подхватил и сделал это головным форматом, когда попался такой тяп-ляп видеоинструмент и может теперь всем делать эти деньги зарабатывать. А я... Простите, простите, пожалуйста, на вы сейчас на платформе, не на вы. Действительно, здесь есть одна проблема, что, во-первых, слишком много внимания на ТикТок или на другие форматы, но мы искусствовали, в конце концов, и это не надо сильно переживать за ТикТок, во-первых. Но не забудем, что то, что было там делать идиотами синих носов или Сигнер, если Роман Сигнер, если речь идет о Свистанской и Бедуарте, они, особенно синие носи в России, это конец, ну, девяносто, девятый год самая первая работа, потом уже начало 2000. Они искали новый язык для новой публики, потому что после Распасовья союза, то есть искусство до этого было под полем, это было дело для узких людей, то есть не было выставок для широкой публики. А десять лет после Распасовья союза публика до сих пор даже молодая. Ты должен найти язык простой, чтобы тебе поняли. Поэтому такие визуальные шутки, чтобы сразу было весело, сразу было понятно, широкому человеку, ну, широкий публика, широкий человек не бывает, это такой Деда Мороза, наверное, он широк, имею в виду широкую аудиторию. Это было важно, а это не только похоже на ТикТок, или ТикТок похожий на них, это был определенный поиск язык, который всем понятен, потому что нам нужно, что люди не считали, сами искусство, о, это далеко от меня, не мое, а нашли, что люди любили сами искусство, это было очень важно. Конечно же, сами на си не могут продолжать сейчас это делать, они больше это не делают. Потому что есть ТикТок. Нет, нет, потому что считать, что публика наивная, публика новая, публика не могут. Понимаете, смотрите, сколько людей пришли, смотрите, в университете начали это преподавать, а сказать, что это все, да, и публика пионера, это не актуально, как кулик, который не может сегодня ходить на 4-я бочка, как собака. Собака, кулика, это было отражение, шоковая терапия, ерцина. Вот, а сейчас, не имеет смысла, хотя это хит, этого автора смог, да, делать еще раз, но это не имеет смысла, в таком, наша ситуация искусство всегда отражает время, в котором мы живем. Поэтому, в этом смысле, ТикТок не ищет новый язык. Я как раз про то, что ТикТок, конечно, не ищет, но он вторичен, он заимствует, и собретенную в искусстве медиа и формат, заимствует это, как уже совсем другая, так же, как Ютуб и партизанское телевидение. Ну, легко так сказать, когда, ну, как анализ, да, я когда искал материал по поводу, ну, что показывать на этой, на этой, на встрече с вами сегодня, да, дальше читать вот, первая статья, которая появилась в интернете, поиск, был, там, что Каравачо, его живопись, где там, нарцисс, это, вы сказали, сельфи. Ну, знаете, это, ну, это, ну, ну, окей, то есть, он уже нам сказал, это мощно, да, Каравачо, 500 лет назад, даже нам сказали, что, будущее, все люди будут, как нарцисс, смотреть на себя, отражение, и сделать сельфи. Ну, хорошо, что, мини, никто не вытанул, но, этот, как сказать, слишком, поэтому, есть анализы, сказали, но говорили, что все наши видели уже, 15 лет назад, тик-ток, странно для меня, то есть, они предсказали, популярность тик-ток, такие форматы, как у них в работе, вот, для меня, это действительно, странно, что есть тик-ток, который похож на сильный носиль, но, правда, но, что, или на других форматах, других художников, безусловно, это, да, а что они видят уже в будущем, ну, я не поддерживал такое, если был такой, это такое. Ну, я здесь даже не, не про формат, хотя формат коротких, дурацких видео, это, ну, очевидно, из видеоарта, да, и приходит, мне больше от Зигнера, кстати, идущая, интересует идущая тема абсурда, потому что, весь тик-ток, это, ну, парад, праздник абсурда, да, и чем абсурднее то, что ты там творишь, да, тем, ты популярнее, а, вот, это, как бы, предвосхищение абсурдности технологического мира, меня, пожалуй, вот эта тема волнует, но, я согласен с собой, что это не очевидно. это какой-то анализ, это просто, ну, знаешь, нам надо строки, писать статью, нечего, и так пишем, вот, это спасает, кто-нибудь, сроки, так видно, что за 50. Ладно, слушайте, у нас, время, уже подошло, к концу совсем, но, если Антонио не против, один вопрос, какой-то, мне, или ему, или нам, обоим, или миру, есть вопросы? Даня. У меня вопрос, есть ли такие работы, такие художники, которые пытаются нарисовать образ нового человека? Ну, все художники. Отвечаю. Антонио Рунчеллова. Потому что у тебя нет ответа, да? Мало нет. Мало, это, как и называется на английском, горячая картошка, да? Итак, вопрос, это образ нового человека, это? Как, отвечая на вопрос, какой новый человек, пытается найти ответ? Во-первых, давайте начнем с этими. Что значит нового? Потому что все новые, новая этика, новая эстетика, новое искусство, я думаю, что мы, это, слишком много используем, эта форма, новое, да? А все, что, можно сказать, новое, да? ну, поэтому, человек, который, отражает мир, в котором мы живем сегодня, то есть, человек, который использует мобильный телефон, а не жетоны, это не имею ввиду. Что за новый человек? Этот вопрос, вытекает из вашей дискуссии, вы обсуждали каких-то новых людей? Я могу ответить, даже, я могу ответить, самый, на меня, честный ответ, все художники, это делают. Если речь идет о художнике, о поддержке, много, но, когда искусство, извините, здесь, но я должен защищать, ну, поселку, в котором я живу, то есть, если у них есть поддержка от искусствоведов, нашим миром, может быть, они признаны художниками для сообщества, то есть, они художники, все нам рассказывают, говорят о норме человека, о человеке, который живет здесь, и сейчас, и помогают понимать его. Самое сложное, это, что это было осталось, то есть, мы должны только взять работу, тех художников, которые занимались современным искусством, то есть, конкретные проблемы, даже если они используют традиционные формы, как прекрасно, живопись, рисунки, скульптуры, то есть, здесь речь не идет о медиа, а насколько человек, анализирует наше через искусство, иначе не может быть. Как я сказал в начале, для меня, современное искусство, искусство, это самая лучшая, сильная форма журнализма, чтобы понимать, как устроен наш мир, поэтому все это делают, а как будет, ты будешь человеком, из наших искусств, казалось, что мы не можем, искусство не может, как будет через сорок лет, какие события будут, какой технологии будут, это можно сказать, будем ли использовать кожаные курты, из кожи, которая была выращена в лаборатории, это можно сказать, а какой человек будет, оказалось, что не может. Я считаю, что если буквально отвечать на вопрос, то есть, Антонио говорит, ну, более, поэтически, а если буквально... С моим акцентом, с моими русскими, в травмах. Если буквально отвечать, то это с тела, то есть, самый такой четкий образ человека, каким он становится, и пока не замечает этого, это такой изломанный, сформированный гаджетами, различными технологическими, как бы подрезанный, расширенный различными технологическими инструментами, тут третья рука, но это же, как бы, одновременно и метафора, и реальное техническое решение. Но если вы подумаете, что с нами происходит, с умными часами, браслетами, с разными техническими протезами для поддержания, там, того, сего, диеты, автомобили, то, собственно, вот, его работы самые яркие про боль и рок человека, искореженного, искореженного, плохое слово, переформатированного технологическим миром. вот, это он, он самый яркий, эксплицитный, и у него много работ, где прям такая тема, критическая тема боли, какой-то человек кричащий, я люблю отключить меня от этого всего, как будто технологии, это путь к койке, где ты живешь, подключенный к системам жизнеобеспечения исключительно, и тебе уже вот так все лучше отключить, чем, ну, просто, нету осознанности у этого всего. Знаете, из-за разряда, даже понимая, что концентрация СО2 в воздухе, в городах, это канцероген, вот, чистые воды с утра до вечера, мы никогда не слезем со своих автомобилей, да, так вот, если шаг за шагом анализировать разные технологические инструменты, которыми мы пользуемся, то, вот, метафора того человека, которого из нас пересобирают технологическими. кстати, у меня дома есть умный чайник, я могу управлять мобильным телефоном, то есть, я издалека, но, если там нет воды, как можно это, то есть, это очень хороший придуман, придумали умный чайник, но, каждый раз ты должен вставать с воды, потом издалить, уйти из комнаты, вот, и включить дистанционно, очень удобно, очень умный. Чайник у меня умный, а человек, который придумал это, не знаю. Есть еще, походу, наверное, это же все, да? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот, для вас, как искусствоведа, что является признаками современного искусства, из того, что сегодня было перечислено, там, и соцсети, и какие-то, ну, в общем, все наши явления современной культуры, вот, как вы видите, что в этой жизни является элементом современного искусства, а что, может быть, вы пройдете? Во-первых, кто это сделал? Автор. Если это художник, это, безусловно, искусство. Только художник это делает. А второй, если мы видим отражение себя, есть диалог. С традиционным искусством, да, я не могу так не чувствовать, когда я по залам пушеского музея скажу, такой расстоянный, такой великий, обычный человек, великое искусство, и это я чувствую из-за, ну, совсем другое отношение, да, или, так в восторге, когда я смотрю такие картинки, которые рассказывают мне истории, я ищу разные детали, питаюсь, да, символиками, которые там есть в каждой детали, да, вот, я это чувствую. Особенно искусство, наоборот, ну, давай, пацан, поговорим, такое отношение более, я не перед возвышенным, а перед реальностью. Вот у меня такой момент, когда, незаметно то, что это сложная работа, я должен читать на экспликации, понимать, что за технологию, как это сделано, но по-любому, это какой-то диалог, вот, спасибо, что ты понял, ты помог мне лучше понимать мир, в котором мы живем. С традиционным искусством я лично чувствую такое расстояние, в большем смысле, это слово, да, это что-то, которое, не знаю почему, все выше, выше меня, то есть, могут быть какие-то отношения связаны с историками, которые я рассказываю, но по-любому для меня это как эквивалент читать роман, читать стихи, то есть, я более это воспринимаю как литературу, но это мой личный поход, не говорю, что это не актуально, далеко от этого, наоборот, это не актуально, а вечно актуально, вот, у меня такой поход. Спасибо, доктор Анатолий Мучероза. Спасибо. Дмитрий.